водоросли, да? Вообще ольгология – это достаточно большая наука, потому что на данный момент, как вы знаете, у нас известно около десяти видов водорослей, но вы в школе изучаете всего три. Какие виды водорослей? Кто помнит, какие вы изучаете? – Были зелёные, бурые водоросли. – Зелёные, бурые, всё верно. И ещё какие? – Красные. – И красные, действительно. На самом деле водорослей намного больше. У нас есть и диатомовые водоросли, и сине-зелёные, и жёлто-зелёные водоросли, и их очень достаточно большое количество. Есть виды водорослей, которые у нас всевозможными грибами находятся в симбиозе, образуют лишайники, то есть у нас ольгология и такие водоросли, да, у нас изучают. Также у нас есть водоросли, которые у нас умеют жить на суше и как бы совершенно от воды независимы. Мы, конечно, не будем настолько глубоко это изучать, потому что это более глубокий курс ольгологии. Мы с вами сегодня постараемся изучить краткую характеристику и поговорить о разных видах водорослей. Какие они бывают, где они обитают и так далее. Итак, многообразие водорослей достаточно большое. Огромное количество всевозможных водорослей, начиная от микроскопических, одноклеточных, и заканчивая многометровыми водорослями, как вы можете видеть сейчас. Если вы можете понять, перед нами сейчас находятся бурые водоросли, которые вам всем известны. Как называется? Сможете определить по картинке? Перед вами ламинария, та самая морская капуста, которую вы все видите у нас в магазине, которую вы можете употреблять. Вот таким вот образом ламинарии у нас произрастают. Их талон может достигать нескольких метров в длину. Итак, давайте с вами вспоминать, почему в ботанике начинают изучение вообще ботаники именно с водорослей. Потому что это, ну, самая первая ступень эволюции в Земле. Так, на самом деле действительно так, потому что все живые организмы и все растения, они у нас вышли на сушу именно из воды. А в воде у нас действительно появились водоросли. Но еще и потому, что раньше в некоторых источниках водоросли считались низшими растениями. Слышали такое? Низшие растения. Что же это такое? У нас одно время было разделение на низшие и высшие растения. Сейчас это уже не актуально. Сейчас у нас разделения на низших и высших нет. Хотя в некоторых учебниках до сих пор это разделение идет. Водоросли действительно одно время назывались низшими растениями. Дело в том, что они достаточно примитивны у нас в строении. Вот вы видите, какие разнообразные виды водорослей у нас бывают. И особенно, конечно, это уже у нас в морях и океанах. Их там огромное множество. И они каждый выглядят по-своему. И водоросли, как вы понимаете, живут на разной глубине. Есть глубинные водоросли, а есть у нас, которые прямо на самой поверхности живут. И составляют огромное количество именно фитопланктона, которым питается большинство морских обитателей. Если мы рассматриваем строение водорослей, то мы с вами вспоминаем, что у водорослей нету корней, нету стеблей и нет листьев. Как это мы привыкли разделять тело растений на органы. Корни, стебли, листья, еще там у нас есть цветы, плоды. И в данном случае у водорослей есть талом. Это тело водоросля, талом. И у нас есть резоиды. Это вот эти вот подобия корнеобразной выросты. Резоиды нам нужны только для того, чтобы прикрепляться к субстрату. Давайте с вами вспомним. У высших растений, уж позвольте так их называть, да. Какая главная функция корней? Давайте питать. Прикрепление. Всасывающее, да. Главное – это всасывающая функция. То есть корень у нас всасывает воду, да, поглощает воду, проталкивает воду далее по стеблям к листьям, где у нас происходит фотосинтез, да. Это мы все прекрасно знаем. Здесь водоросли. Нам корни не нужны. Почему? Потому что водоросли у нас так находятся в воде. Им не нужно, ну, как бы у них потребность в воде просто отваливаться. Самое главное – это прикрепиться к какому-то субстрату, потому что, как вы понимаете, в воде у нас наблюдается течение. Из-за того, что в морях и океанах у нас бывают еще всевозможные шторма, водоросли можно просто порвать на части или куда-то отбросить, отнести и так далее. Поэтому им нужно прикрепляться к субстрату. Так делятся все многоклеточные водоросли, да, на талом и на аризоиды. Но также у нас существует и огромное количество одноклеточных водорослей, которые у нас составляют более 90% всех видов водорослей. Вот сюда у нас относятся и синие-зеленые водоросли, и золотистые водоросли, желто-зеленые водоросли, диатомовые водоросли у нас сюда относятся и так далее. То есть одноклеточные водоросли в нашем случае они у нас составляют зоопланктон, который в основном ведет дрейфующий образ жизни и находится на самой поверхности, как бы передвигаясь с водными потоками. Также у нас существуют нитчатые водоросли. Это достаточно у нас тоже примитивные водоросли, которые составляют нить. То есть клетки друг к другу крепятся, а разветвления у нас нет. И всевозможные многоклеточные водоросли. Вот здесь у нас есть как раз-таки разделение на бурые, зеленые и красные водоросли. Это вы все прекрасно знаете, это вы, наверное, помните. Самые известные одноклеточные водоросли, это вы помните, да, хламидомонада, она вам очень знакома, хлорелла. Кто-то из вас даже в Ольвакс, да, наверняка помнит. Ну и спирогиру из нитчатых водорослей, я думаю, помнят все, потому что в основном на именно спирогире у нас изучаются нитчатые водоросли. Ну и многоклеточные водоросли тоже бывают совершенно всевозможных видов, всевозможных оттенков, да, и так далее. То есть это вы все с вами помним. Что касается размножения. Если у нас с вами есть как бы высшие растения, у которых достаточно интересный, достаточно сложный способ размножения, то что у нас будет с водорослями? Будет ли у нас примитивный вид размножения или все-таки он тоже будет какой-то у нас интересный? Как вы думаете? Давайте с вами вспоминать, как у нас водоросли размножаются. У нас все равно у водорослей есть два вида размножения. Да, у нас существует размножение бесполое и, ну вот, да, простите, вот здесь зеленые водоросли, красные, бурые. Это мы с вами помним, это наше школьное разделение по школьной программе. Пропустила я, простите, этот слайд. Вот. Если мы берем с вами водоросли, у нас существует два типа размножения. Это половое и бесполое. Большинство водорослей одноклеточных и большинство водорослей нитчатых у нас, как вы думаете, каким образом размножаются? Бесполым. Бесполым путем. Действительно, бесполое превалирует бесполое размножение. Половым путем размножаются у нас данные виды водорослей только в том случае, если у нас возникают какие-то неблагоприятные ситуации. Да, это мы с вами помним. Помним или надо это все-таки с вами повторить? Помним. Помним, да. Ну, в общем, да, если кратко, то бесполое размножение – это когда материнская клетка начинает делиться. Внутри материнской клетки у нас возникает от двух до четырех дочерних клеток, которые впоследствии разрывают материнскую оболочку и выходят у нас наружу. Половой процесс у нас более сложный. При половом процессе у нас внутри клетки образуются зооспоры мужские и женские, которые, сливаясь, образуют зиготу. Зигота при половом размножении имеет достаточно такие прочные, жесткие стенки, и зооспоры зигота у нас может достаточно долгое время находиться в неблагоприятных условиях даже без воды. То есть чаще всего бывает каким образом, например, у нас есть лужа, да, в большинстве луж достаточно вот этих глубоких, постоянных, да, у нас, например, есть там небольшие какие-то лужицы, которые могут там все лето, да, у нас находиться, не высыхать, и даже вода в таких лужах начинает свисти, становится, да, зеленоватого цвета. Или у нас есть какое-то маленькое озерцо или прудик. В результате горячего лета, из-за того, что лето жарко, солнце горячо светит, у нас начинает иссыхать озерцо, там прудик наш, лужица наша, и понимая, что температура воды окружающей среды у нас увеличивается, количество воды у нас уменьшается, кислород из-за того, что вода становится горячей, уменьшается внутри водоема. У нас водоросли решают размножаться половым путем, образуют зиготу, потом после того, как пруд пересыхает, зигота длительное очень время может пережидать неблагоприятные условия и лопнуть только когда у нас появится новая вода, когда вот это неблагоприятные условия у нас уйдут. Ну и, соответственно, из зиготы у нас выходят зооспоры, которые у нас прикрепляются и прорастают, если мы говорим про ничтых водорослей, или же у нас выходят маленькие взрослые, ну как этот, маленькие клетки, одноклеточные водоросли, которые потом вырастают и становятся полностью похожи на взрослые клетки. Также у нас есть вид полового размножения, это конъюгация, вы можете видеть ее вот здесь вот в кружочке, это вид размножения ничтых водорослей, это когда у нас две ничтых водоросли, они друг с другом соединяются, да, там, например, в процессе, когда идет, господи, волны. Волны в процессе качения на волнах у нас слипаются две водоросли, образуется конъюгационный канал, у нас образуется конъюгационный канал, через который активная клетка перетекает в пассивную, там происходит у нас оплодотворение, ну и, соответственно, как вы понимаете, внутри образуется зигота, после разрыва которой выходят у нас зооспоры, которые впоследствии прорастают. Это все вы прекрасно знаете, это вы прекрасно помните, мы с вами на этот счет не будем как бы заострять внимание об этом. Так, ну вот, вот таким вот образом, да, мы помним, у нас выглядит бесполое размножение, и вот таким вот образом у нас выглядит половое размножение. Если говорить про половое размножение, то оно у нас делится на изогамию, гетерогамию и оогамию. Помните, что это такое? В школе вам говорили? Нет, нам в школе такого не говорили. Так, не говорили. Смотрите. Точно не говорили. Вообще, в принципе, вот эти вот изогамия, гетерогамия, оогамия, вы эти слова можете услышать не только в биологии, что касается неволгологии только, да, не только в водорослях, но еще и у растений. Смотрите, изогамия, гетерогамия и оогамия – это виды полового размножения, и различаются они только внешним видом гомет. У нас существуют, например, ничатые водоросли, вот здесь вы ее можете увидеть. Гометы у ничатой водоросли, они одинаковые. Вы посмотрите, мужская и женская зооспора, гомета, они никак у нас не отличаются, и внешне они неразличимы. Такой вид полового процесса, когда мужская и женская гомета совершенно одинаковы, у нас называется изогамией. То есть у нас по половому поведению, по внешнему виду, по количеству жгутиков, гометы абсолютно одинаковы. Гетерогамия у нас называется половой процесс, при котором женская половая клетка гомета у нас большего размера, но при этом по строению она полностью у нас с мужской гометой схожа. Ну то есть, да, женская просто большая, мужская маленькая, но у них одинаковое количество жгутиков, они одинаково себя ведут, стремятся навстречу друг другу для слияния. О гомей у нас называется половой процесс, в котором у нас женская гомета большая и неподвижная, она там где-то лежит, да, ожидает, когда ее мужская гомета настигнет. А мужские гометы по размеру маленькие и с, господи, жгутиками, то есть они будут подвижны. Женская половая клетка, она неподвижна. На что это похоже? Вот у агамия на какой половой процесс похоже? У кого? Похоже у любых других там высших, да, грубо говоря, растений. Например, если помните, мхи, они таким образом, да, размножаются. Или же, если мы будем говорить, даже там у человека, да, это похоже, у нас женская половая клетка неподвижная, зато мужские, да, они маленькие и подвижные. Вот, эта агамия, она появляется у высших, ну, как это у высших, у многоклеточных водорослей. В основном, конечно, у бурых и у красных водорослей преобладает агамия. Понимаете, да? То есть эволюционно изначально у нас существовали одноклеточные водоросли. Потом у нас начали появляться примитивные, ничтые водоросли, примитивные потом всевозможные водоросли зеленые и так далее. Вот там у нас существовало и за агамия. Потом в процессе эволюции у нас начала появляться гетерогамия. И о агамия только у многоклеточных водорослей, да, хорошо развитых появилось у бурых, у красных водорослей. Так, вот такие вот виды полового процесса у водорослей. У нас есть, кстати, водоросли. Например, все зеленые водоросли у нас размножаются и половым, и бесполым путем. Здравствуйте. А высшие вот наши, да, растения, например, бурые водоросли у нас размножаются только как? Бесполым? Да. У нас, простите, нет, у нас красные водоросли только половым путем размножаются, а бурые водоросли в некоторых случаях, в редких случаях, бывает процесс бесполого размножения. Вот так вот. То есть у нас именно красные водоросли полностью утратили бесполый вид размножения. То есть они размножаются только половым путем. Итак, на данный момент, вообще, в принципе, на данный момент мир водорослей у нас не вполне изучен. Все равно у нас много видов водорослей открываются и сейчас, на данный момент, при изучении морей и океанов. Также... Подождите секунду, ребят. Подождите секунду, я сейчас отведу и мы с вами поговорим. Так, на данный момент у нас известно достаточно огромное количество водорослей. Это около 40 тысяч, да. Но виды водорослей, они все равно каждый раз у нас открываются новые. Так как, вы понимаете, да, у нас все еще недостаточно хорошо у нас изучены моря и океаны. Вообще, в принципе, в нашей стране принято делить на 10 отделов наши водоросли. Это синие-зеленые, перофитовые, золотистые, диатомовые, желто-зеленые, да, красные, гленовые, зеленые и так далее. Сегодня я хотела бы с вами остановиться на четырех видах. Это диатомовые, бурые, зеленые и красные водоросли. Почему, кроме зеленых, бурых и красных водорослей, хочется остановиться на диатомах? Потому что очень часто именно про диатомовые водоросли у нас встречаются вопросы во всевозможных в СОШах по биологии, потому что данные водоросли, в отличие от всех остальных, имеют совершенно уникальное свое строение. Помните, какое? Чем у нас диатомовые водоросли отличаются от других? Ну, ладно, в общем, мы это с вами сейчас узнаем. Итак, первый вид водорослей – это зеленые водоросли. Зеленые водоросли в основном распространены в огромном количестве в наших водоемах, которые находятся в нашем регионе и в нашей полосе, да. Значит, у нас хроматофор зеленый. Они бывают самой разнообразной формы, данные водоросли, да, и у нас присутствуют хлорофилл А и Б. Давайте с вами вспомним, что за хлорофилл Б у нас появляется и зачем он нужен именно у водорослей. Дело в том, что у нас водоросли живут все-таки в воде. Многие водоросли у нас живут на определенной глубине. К сожалению, большинство водоемов, пресных водоемов, они у нас не отличаются достаточно прозрачностью. Именно поэтому свет у нас с трудом доходит до дна там, даже если у нас не очень водоем глубокий. Именно поэтому, приспосабливаясь к поглощению света, все-таки у нас водоросли – это растения, и им солнечный свет нужен, у них появляется хлорофилл Б, так как он лучше улавливает у нас солнечные лучи, понимаете, да. Зооспоры у нас с двумя или четырьмя жгутиками, клетки у нас одноядерные. Ну и половой процесс у нас есть и из агамии, и гетерогамии, и даже у нас существует агамия. И, конечно же, конъюгация у водорослей, у ничатых, потому что ничатые водоросли у нас тоже относятся к зеленым водорослям. Но, конечно же, у нас преобладает, как вы понимаете, процесс бесполый, надполовым. Далее у нас идут бурые водоросли, это многоклеточные, только морские виды, да, они прикрепляются к всевозможным субстратам и могут свой талом отрастить на несколько метров, да, на несколько десятков метров. Также у нас здесь есть хлорофилл А и Б, и у нас эти водоросли отличаются тем, что у нас есть новые красящие вещества, да, бурые фукоксанты, господи. Именно поэтому вообще, в принципе, ребят, если вы видите перед собой на морскую капусту, да, бурые водоросли в магазине, очень часто именно бурые водоросли, они имеют зеленоватый цвет, более зеленый, чем бурый. То есть мы представляем с вами бурые водоросли именно там каким-то оранжевым, коричневым, на самом деле нет. Это зеленые водоросли с каким-то оттенком, с желтоватым, с буроватым, с коричневатым оттенком, но они все-таки зеленые. Клетка у нас, клетки имеют ядро, да, также присутствует бурый цвет, ну и половой процесс у нас, да, происходит зооспорами, тетраспорами, спорами тоже преобладает. Так, в красных водорослях у нас преобладает именно оогамный процесс, никаких других видов полового процесса здесь не существует. Красные водоросли – это самые глубоководные водоросли, именно поэтому здесь у нас насчитывается, присутствует хлорофилл D, да, А и D, ну и у нас еще фикоэритрин присутствует, как красящий пигмент. Именно поэтому данные водоросли у нас могут быть всех возможных оттенков красного цвета. Что ж, также у нас еще есть диатомовые водоросли, вот про которые хочется вам еще отдельно рассказать. Чем у нас известны диатомовые водоросли? Дело в том, что у этих водорослей у нас есть панцирь. Слышали про это? В водоросли есть панцирь, он строится из кремния. Именно поэтому у нас данные водоросли обычно преобладают в водоемах с кремнеземом. То есть если у нас большое количество кремния в почве, то у нас и диатомовые водоросли себя будут хорошо чувствовать. В принципе, в нашей полосе у нас кремния достаточно много в почве, и диатомовые водоросли у нас хорошо себя чувствуют. Значит, смотрите, дочерняя клетка, она забирает себе половинку, панциря родительской клетки и достраивать себе впоследствии второй кусочек панциря. Диатомовые водоросли, они бывают совершенно разных форм. Там есть и звездщатые они в виде звезды, и полулуны, и существуют у нас там и треугольные, и квадратные, и ромбовидные, и так далее, и так далее. Огромное количество всевозможных видов водорослей. То есть именно диатомовые водоросли – это просто удивительные водоросли, которые нужно обязательно изучить. И диатомовые водоросли используются также в качестве экологического индикатора состояния окружающей среды, потому что диатомовые водоросли в первую очередь погибают, если вода у нас загрязняется. Именно поэтому на количество диатомовых водорослей в воде, а не микроскопические, и находятся у нас на поверхности воды, очень часто смотрят при изучении экологических факторов водоема. Значит, все водоросли по месту обитания у нас разделяются на планктон, нистон, бентоз и перифетон. То есть это придонные водоросли, это у нас свободно передвигающиеся водоросли, или же водоросли, которые у нас не могут передвигаться и двигаются в зависимости от потоков воды. Как вы понимаете, планктон – это у нас, например, совершенно неподвижный вид водорослей, который просто у нас парит в воде. И многие живые организмы планктоном именно питаются. То есть большинство рыб у нас существует благодаря планктону, и фитопланктон у нас активно потребляется.